Приветствую вас, Александра. Вы просите совета от нас, но если честно, мне не совсем понятно, в чем совета вы хотите. Не совсем понятно, обратились ли вы вообще к тем специалистам, потому что психологи советов не дают. Мы можем проанализировать ваши отношения, мы можем помочь выстроить отношения более гармоничными, но мы не даем советов. И то, что вы описали, то, что вы описываете, можно охарактеризовать как вашу неуверенность в себе, по сути. То есть, спроста вы ревнуете или не спроста вы ревнуете, это уже немножечко другая история. Вопрос заключается в том, что вы ревнуете, и если вы ревнуете, значит, вы не уверены в себе, вы боитесь остаться одна, вы боитесь быть брошены, потому что из-за того, например, что вас бросят, вы будете думать о себе хуже. И вы сомневаетесь в своем молодом человеке, по сути. То есть, вы его выбор обесцениваете, вы обесцениваете, относитесь с неуважением к тому, что человек выбрал быть с вами. Вот. То есть, ваши опасения, ваши опасения его подруги, это собственный страх перед тем, что несет угрозу вам. И разобраться здесь нужно с тем, что несет угрозу вам, а не пытаться кому-то что-то объяснять, например, вашему мужчине или уж тем паче его подруге, потому что эти люди, они ведут себя так, как считают нужным, даже если там есть что-то, что-то еще поменять. Люди, вы этого не смотрите, потому что очевидно, что подруга для мужчины имеет, ну, такое существенное значение, вот. И, как бы, вы здесь ничего не сделаете. Поэтому, вместо того, чтобы, ну, обращать, вот, свое внимание на человека, вместо того, чтобы пытаться как-то контролировать его, то лучше проанализируйте себя, проанализируйте, чего вы боитесь, вот, и заодно поисследуйте, почему молодой человек, например, после пяти лет семьями жизни, допустим, развелся. То есть, это не обязательно, это не клеймо, это не обязательно, что это плохое, но нужно, нужно, чтобы вы поисследовали это. Вполне возможно, что мужчина просто не подходит для серьезных отношений, и вполне возможно, что там есть какие-то проблемы, которые станут смешать вашим отношениям. Это не подруга, это не подруга, это другие его личные аспекты, вот. Но и обратите внимание, что вы сравниваете себя с ней, то есть, опять же, сравнивание себя с другими, это признак неуверенности в себе, вот. Так что вот на эти моменты я рекомендую вам обратить внимание, чего вы боитесь, как лично вы воспринимаете их дружбу, что она значит для вас, насколько вы в себе уверены, насколько вы реализованы, насколько вы опираетесь на себя. Вот это нужно исследовать. Именно это причина вашей ревности, а не то, чтобы пытаться как-то своего мужчину сориентировать. Потому что это получится контроль. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Но ориентируйтесь на себя, на свои чувства, на то, что вы хотите, а не на других людей. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.